друзья всем привет ну что надеюсь вы готовы к еще одному выпуску из кенни вон позади меня луна уже я собака гуляю сегодня я мокрый прям после тенниса ну решил чтобы резину не тянуть чтобы пауза между выпуске мне были такими длинными поэтому продолжаем смотреть за нашими приключениями ну что я до своих индусов в итоге добрался вот такого из меня гламурного подонка сделали пойду сейчас куплю вентиляторы это у нас али жалуются шумят там все я сейчас в таком районе принципе не самым безопасным сейчас середина дня но торчать на одном месте долго я не буду а я сам вообще здесь вышел пошел пешком а потому что хочу зайти в магазин хостоваров али жалуется у нас вентиляторы очень сильно шумят в итоге мы их редко пользуемся предпочитаем включать кондиционеры все это сказывается на нашем счете за электричество вот а так неплохо бы иногда перебиваться вентиляторами сейчас поэтому мы снимем время на хозяйске повесим свои потом коем перенесем в гараж и домработница опять мучаешь корове какашки ты попал на тв за форшмачился что ты скажешь свое оправдание они уже деактивированы они уже только на гумус пойдут они помогут вырасти новым деревцам мы сегодня решили новый маршрут испытать пошли необычно там где поля а вот тут поля уж такие тоже в кита обрезанные здесь вот новый кит поселке как грибы растут отсюда виден вот этот холм это где мы на этом холме мы раньше жили его нас град на холме еще один там поменьше холме конечно не такой масштабный но все равно и мы чуть чуть-чуть даже наш дом видим у нас один один из самых высоких точнее он сам по себе у нас невысокий но у нас одна из самых высоких почек а тут отсюда не так хорошо видно на камере так вот у нас такой сегодня необычный ужин не подумайте что каждый день так для меня впервые я в ресторане такое ел дома и такой никит ушел дома уже расплавленный камамбер сыр в духовке розмарин обладает а то дома качество есть сухари есть белая белый называется цветная цветная капуста так что так попробуем веру простой вот вот так в сыре она уже так взял попробуем сухариком это номер два теперь как надо так сухар берем вот сыр макаем камамбер ну вот так вот это все попадает обычно или нет 7 утра с позаранку мы с алексом сегодня решили сделать мототур поедем смотреть парочку недорогих участков которые немножко надо вглубь заехать вот у нас два таких брендированных мотоцикла один попроще один по новей для меня мою тушь утащить в горочку посмотрим там поснимаем скажу вам что то как ехали один километр сейчас заправились мне залили на 4 доллара и мода на два с половиной товарищ помогает тотали мы кстати находимся поем дальше сейчас в горку поедем не за жалко мне нет какой-то экшен камеры поснимать прям на ходу что есть то есть еще мотоцикл не настолько устойчивы чтобы там одной рукой ехать в точные убьюсь это будет контент это я немного ускорился алекс видность прилично отстал поэтому я становился вот добавил себе такую защиту для шеи потому что обгону чувство уже припекает хотя 7 15 всего 7 20 по времени а вот слышала на там карабкается наверх на своих пукалки у меня чуть помощнее по новее машина ладно поем дальше мы сейчас доехали до нашего поселка где мы строимся и сейчас мы поем дальше туда за поселок там уже получается новая территория новая осваиваем а вот кстати я вижу тут кто-то будет эти машины стоит это ищут воду будет бурить скважина так что территория развивается мы заехали уже километра три или четыре вглубь это уже практически не ступала нога белого человека какие-то сельхоз угодья он кто-то там попой как там собака морда вниз позу принял работает пропалывает большое манговое дерево вот кто хотел там посмотреть манга вот манга фрукты это вот такие огромные верю сколько тут четыре этажа на высоту четырехэтажное здание очень толстые стволы по моему она не очень ценится как древесина для мебели еще для чего-то но я и в этом точно сейчас не могу сказать вот как выглядит спел распил но да вот и смотрю но не знаю может быть надо там очень много с примитка таких трещин тоже может быть причина в другом то что так оставили без коры так сохнет но из него делают принципе зацепи с такого манга я видел по-моему делать барные такие стойки еще что-то так что зато такие слабы конечно огроменные кто-то отрезал хорошему сюда подъезжай долларов двадцать дай но приехал на быть машин так и с краном сколько там тонн весит закинул себе отвез на свою пилораму и уже красивых что-то вроде слэбов наваял вот здесь какая-то школа тут дорога как бы она такая чем как щебневая щебневая да выглядит как грязевая но на самом деле там щебень твердая хорошая дорога но скорее всего она где-то идет там где нам не совсем удобно поэтому мы делали мы ехали на перерез прям по сельским таким даже не по сельским прям по тропинкам ехали в принципе мне понравилось что-то напомнило мне как мы с братом на питбайках вот этих оффроуд мотоциклах ездили там по лесам в подмосковье сейчас это был совсем как бы обычный китайский или индийский мотоцикл получается если взять что-то поприличней то наверное будет впечатление вообще приятно то есть в принципе можно такую группу начинающих брать идет такие маленькие вылазки на мотоциклах здесь никакой полиции ничего нет катайся себе ну и принципе я в такой глуши я думаю любую проблему долларов за пять можно решить даже соберешь кого-нибудь ага алекс меня бросил теперь мне надо сидеть в обороне чтобы какие-нибудь каннибалами не съели тут 1 ладно если что буду издавать угрожающие звуки кричать на русском языке всему чего научился на моей малой родине ну что алекс меня оставил уже минут на 15 за это время только два мотоцикла проехала ни одного прохожего сижу как будто озираюсь по сторонам буду записывать для вас сообщение такие короткие пока телефон не сядет отправлю алина на геолокацию хотя я знаю сюда она не поедет слишком далеко так вот первый прохожий за полчаса алексиян она прибью за то что он меня тут кинул может быть это какой-то такая проверка может если я как будто здесь смогу выжить то я мужик я взрывал на волосы он я смотрю еще два кита мужичка идут таких сельчанина может быть просто это воскресном утро слишком рано народ там отсыпался или там в церковь уехал или на бороду сейчас они в церковь идут непонятно но вроде уже как-то не так пустынно и так страшно конечно тут везде красиво но ожидания не оправдались потому что мы сейчас ищем участок чтобы на нем либо приходил небольшая река ну или хотя бы ручей либо он должен касаться одной из главных поле менее главных дорог а тут получается участке вот он заканчивается он река потом через 50 метров на она же на чужом участке это уже не то же самое вот а даже тоже он тут внизу заканчивается где это деревья а дорога вот там наверху проходит поэтому тоже чуть-чуть не подходит ищем дальше но живописно тихо спокойно можно заземляться можно вообще туры вот организовать на мотоциклах с удовольствием сам покатался с группой а 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 что а а а а День за облака, за облаками осны, осны изменят, им не достать звезды реками. Полно всяких деревьев и кешью, орехи и кокосы и бананы. Но самое главное, это здесь вот этот, здесь первая часть, это где-то почти целакр. Плоская земля, и потом открываются просто великолепные виды, как говорится, виды, за которые можно умереть. Вот оно, как будто в Найроби попал. Очень прекрасно. И вот этот участок, у него есть вот эта верхушка плоская, потом идет плавный спуск вниз. И там уже можно будет выкопать колодец и брать дешевую воду, потому что там вода всегда будет. А здесь спереди есть муниципальная вода для там помыться. И есть электричество, и есть хорошая дорога. Адекватные соседи, бабульки разные. Очень понравился. Не буду, не хочу сглазить, больше ничего не буду говорить. Посмотрим, как пойдет. Иногда возбудишься, а потом, когда документы начнешь проверять или еще что-то, где-то всплывут подводные камни. Ну, посмотрим. Я тут жду на солнце водичкой. Регидрируюсь. Они тут делят шкуру неубитого медведя, точнее меня. Когда я куплю, как они будут между собой делить прибыль. Ну, для этого еще надо им работать и работать. Но участок мне понравился. Еще сказали, там есть вот где-то неподалеку вообще 30 акров, но он еще большой. Таких вложений мы не планируем. И вот, ну, я отдал, да, если узнать, если можно ли от этих 30 откусить кусочек, от 5 до 10 акров, то уже можно о чем-то говорить. Там я смотрю очень много. Я не знаю, если это будет видно. Сейчас попробую увеличить. Вот тут в серединке, вот тут видно, там много кокосов на самом верху. Вот там. Вот там. Да, и там я смотрю на том участке, там видно очень-очень много палин. То есть это как пальмовый лес. Кокосовый покупаешь. Не знаю. С другой стороны, кокосы эти на голову начнут падать. Но я думаю, там вид тоже прикреплен. Потому что если мы видим, мы сейчас стоим на холме. И по ощущениям, там такой же высокий. То есть тоже может быть очень прекрасный вид. По мелочевке уже меня тут развели. Тут 2 доллара, тут 1 доллар. Теперь владелец за то, чтобы показать участок, который он продает. Тоже денежки хочет. Плюс уже намекает, что если купите, надо будет еще общаться по поду деревьев. Ты покупаешь участок, а потом тебе говорят, слушай, участок ты купил, а деревья заберу. Спилю на драво. Лептоплатье. Ну, обычно там терпимая сумма. То есть не запредельную. Но все равно там будет 10 долларов. Даже 15. Может быть за дерево. В зависимости от размера. И фруктовое оно. Или какое-то полезное. Или как дребедень. Если дребедень, вообще можно сказать, да, забирай. Иногда даже полениться забирать. Вот так. Сейчас мы тут в домик приехали. Сейчас я копию возьму документы. На телефон возьму и получится тогда смогу проверить в Министерстве земли, что да как. Смотрите, два варианта. Можно вот так дощечки и вот эта глина перемешивать. А можно из этой глины, не знаю, наверное, запечь. Или как они там затвердевают. Можно сделать кирпичи. И уже положить их, получается, в глиняный домик. Но как из кирпичей. Вот так эти кирпичи вот здесь более видно. Прямо из земли как-то. Формируют. Хорошо получается. И мне кажется, вот такой дом, вот если такой толщины, то в доме будет вообще прохладно в любую погоду. Есть о чем подумать. Так что не всегда современное значит лучше. Проконсультировал, что ничего там они их не обжигают. Они просто вот эту землю выкапывают и чуть-чуть добавляют цемента. Совсем немного. Это недорого получается. И между двух досок. Вот так доски ставят. То есть создают такую миниатюрную форму. Туда засыпают все это. И так вот трамбовывают. Так что вы добавляете в воду? Воду тоже. И тогда она дрылась. И когда дрылась, вы добавляете в воду? Нет? Вот, конечно, они в эту форму все это водой и так далее. Вот трамбовывают все плотно. И все это засыхает, потом превращается в такие кирпичи. Очень я вот стучу, такие очень плотные. И их можно вот использовать с нормальным цементом. Кладку можно делать. И можно даже делать обычную штукатурку. То есть в принципе можно построить... У них такие домики. Можно построить... Ну, два этажа не пойдешь, но одноэтажные. Можно домики такие ставить и делать комнаты для сдачи. То есть если можно штукатурить, то человек даже не поймет, еще там сделаны эти стены. Более того, даже говорит мне, что очень в этом доме прохладно. Глина, у нее такой эффект есть хороший. Алекс Деловых, он расцветает сразу, когда я его беру на такие задания, где творческие, где можно себя проявить. А вот вчера я ему дал задание кувалдой стену ломать там возле магазина, который мы там построили. Я говорю, убирай эту стену. Аля не нравится, я тоже не придумал, что с ней делать. Он сломал, но по лицу было, что не любит он физический труд. Он такой любит что-нибудь замутить, намутить. Офисный работник, посмотрите, ладонь у меня покраснела вся. Это потому, что вот эти идиоты, я помню, даже в детстве такие видел. Вот это такая ручка такая, она с острыми такими, массажными. Короче, когда едешь, как вот, тебе впиваются. То есть у меня руки. Вот это нормальная ручка. У меня уже вся рука воспалилась. На сегодня с вами прощаюсь. Кто досмотрел до конца, напишите слово аквариум. Пусть те лентяи, которые до самого конца не смотрят, а только читают комментарии, пусть поломают голову, что здесь происходит. Вот. А вам спасибо. Ставьте лайки. Подписываемся, кто еще нет. Авансом. Кто не верит, что будет интересно. И до скорых встреч.